Добрый вечер! Что уже в 2016 году, возможно, прямо его в начале, мы сможем сказать, что война закончилась, и все это как страшный сон уже можно забывать. Война закончилась, можно сказать, и сейчас, но конфликт сам не закончен. Поэтому, к сожалению, все предпосылки говорят о том, что конфликт в нынешнем его состоянии, а именно перестрелки, отсутствие политического регулирования вокруг Донбасса, они продолжатся и будут не только в 2016 году, я думаю, в 2017 тоже. Весь 2015 год все говорили о Минских соглашениях, как о единственном способе получить мир на Донбассе. Но вчера, например, Кучма заявил, что это не работает, что нарушаются минские договоренности, что не получилось договориться о выборах. Из того же самого формата будут ли пытаться выжать мир в году наступающего? Да, к сожалению, из того же формата, а этот формат бесполезен, минские соглашения с самого начала были неэффективны, никто их не соблюдал, обе стороны, подчеркну, не соблюдали, поскольку каждое слово в минских соглашениях неоднозначно прописано. Они нужны были для того, чтобы на них ссылались американцы, русские, европейцы, украинское правительство и ДНР в том числе, что это и соглашение нужно соблюдать. Поэтому, к сожалению, минские соглашения не урегулируют конфликт, и они изначально, подчеркну, это принципиальный момент, нужно знать, были неэффективны и бесполезны. А что еще? Какие еще решения власти, не то чтобы были бесполезными, а, наверное, удивили вас в 2015-м, если такой, знаете, топ-5 каких-то шокирующих общества решений, неэффективных, каких-то непозитивных, вы можете выделить? Каждый день украинское правительство и руководство страны принимает решения, которые удивляют всю страну. Но если мы говорим о Донбассе, то прежде всего, и Донбассе, и в целом в Украине, я имею в виду, то это касается неурегулирования вопроса по Донецку, то есть вопрос остался зависим, война, по сути дела, в каком-то формате продолжается. Второе, это отсутствие эффективных конструктивных шагов по борьбе с коррупцией, это касается всей территории Украины. Третий аспект, это отсутствие нормальных шагов по изменению Конституции, децентрализации, пообещали, но пока все это зависло, никакой четкости в этом вопросе нет. Четвертое, это отсутствие политической стабильности, то, о чем мы говорили, бутылки, драки, ссоры, с каждым месяцем все усугубляется. Ну, смотрите, это все актуально для Киева, да, коррупция, там бутылки, драки и вот эти все странные вещи для многих людей. А как же пропускная система, как же блокада и вот такие, ну, насущные вопросы. Меня, например, жутко, они шокировали, удивили, расстроили в году уходящем. Это была необходимая мера? Мы можем говорить, что да, блокировали и продолжаем блокировать, потому что это нужно или нет? Действия официального украинского правительства во многом связаны с так называемыми минскими соглашениями, которые не исполнялись. По сути дела, минские соглашения, это курс на урегулирование, параллельно практически предпринимали все шаги и с точки зрения и со стороны ДНР, это очень важно понять, по отчуждению друг от друга. И все, что вы говорите, я могу даже добавить, и отлучение пенсионной системы, которая раньше была, оно не было возобновлено, потому что административный суд, есть решение соответствующее о возобновлении пенсии, но его никто исполнять не будет. Это и запрет прописки на территории Донецка и Луганска. Мало об этом кто знает, но сейчас уже прописаться в Донецке нельзя. То есть уже даже штампов не поставят, где-нибудь в Курахово или где-нибудь еще, чтобы в Донецке... Это мало что можно, и выписаться, наверное, уже нельзя, и квартиру нельзя продать. Формально да, поэтому эта сложность довольно серьезная. Много проблем по поводу блокпостов, много проблем по поводу проезда, поборов, коррупции, о которой я говорил. Все эти вопросы, которые я назвал, они касаются косвенной Донбасса, но дополнительно они более окровавленные, более чудовищной формой проявляются как раз вот на Донбассе, где постоянная коррупция на блокпостах, бизнес проходит, то есть из Донбасса кто-то везет там какие-то бизнесы. Андрей, давайте попробуем сделать краткий прогноз на 2016 год, хотя бы опираясь на наиболее какие-то, ну не то чтобы вероятные, а в принципе на возможные варианты развития событий. Вот политологи выделяют три. Первый, это то, что будет некая федерализация, и Донбасс получит какую-то автономию, да, возможно. Второе, то, что возобновятся боевые действия, и мы снова получим эскалацию конфликта. И третье, то, что Донецк, в принципе, все неподконтрольные территории вернутся под контроль Украины, и мы снова будем одной большой дружной семьей. Какой из этих вариантов кажется вам наиболее вероятным, и на что нам следует надеяться в году наступающего? Наиболее вероятно, это второй вариант, но более модернизированный в моем видении. То есть Донбасс останется, как он есть, разделенный на две части, один под контрольной России, другой под контрольной Украины. Боевые действия активной фазы, надеюсь, не будет, и скорее всего, все идет к тому, что активных боевых действий, таких как были, не будет. Но будет перестрелки, гибнуть опять какое-то количество военнослужащих, гражданских, то есть будет такой горячий конфликт. Урегулирование политического конфликта на Донбассе в 2016 году невозможно, и, к сожалению, его не будет. Это мое мнение как экспертов. Это бы не заканчивать на негативной ноте. Чего лично пожелаете людям, которые пережили, как я уже сказала, очень драматичный год, очень сложный, вот обращаясь ко всей территории Донбасса? То, что я сказал в 2016 году, может быть, этого не будет в 2017 году. Поэтому я хочу пожелать терпения набраться всем, не думать о плохом и больше думать о позитиве, поскольку позитив, он рано или поздно придет. За каждую войну идет мир. Мы все-таки надеемся, что он придет рано, а не поздно. Спасибо вам, Андрей, за то, что пришли в нашу студию. Я напомню о том, чего ждать Донбассу в 2016 году. Мы говорили с политологом-международником Андреем Бузаровым.